меня просили вторую часть делать я эту вторую часть сделаю с удовольствием здесь мне не надо рвать никаких плакатов первая часть была это про кипелова но это как бы не было первой частью это было просто видео и видео действительно вот такое как бы видео разочарование то есть то есть давайте я расскажу еще раз 5 то есть это видео точно пойдет я рос на металле я рос на русском металле до хоть такого выражения нет есть там русский рок но я больше на металле то есть коррозия металла ария это были вот ну там див мы немножко послушивали но вот ария коррозия металла ну и потом западная там металлика и так далее девяностые там наши наши движения начали раскалываться на больше как русский пост панк там или как ну сибирский короче янка там гражданская оборона это вот чуть чуть постарше нас ну а мы там уже кто-то в нирвану полез потому что ну середина 90-х это нирвана кто-то остался с металликой и кто-то пошел в брутальное тому туда из металл грайн корр black black 90 это да только начинала еще тогда он был вот так опасный и прям но русский рок он никогда не затрагивал никого из нас как-то это вот даже тогда у нас было такое то это дедовский музыка но смысле этом бате бате наши пусть слушают а мы послушаем металлику нам нужно было что-то побыстрее потяжелее по агрессивнее там и так далее там мы 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 то поколение которое писали цой дурак на заборах растет там когда все это все что-то там ну уже цой жив начали писать да мы нам 10 лет на 11 лет двенадцать лет мы ходили писали цой дурак вот вот мы то поколение поэтому ддт юрий шевчук борис гребенщиков все вот эти вот ребята они как-то прошли ну не то что мимо нас а вот так вот около нас и особо мы на них внимание не обращали в моей тусовки никто не фанатела ддт вот чтоб там было если кто-то когда-то и может кому-то нравилась эта музыка не признавались чтобы их там ну типа таты какую-то там непонятно алиса вот было да вот из этого всего алиса я знаю чуваки ходили на просто потому что футболки выходили такие после менее метальные на арию ездили на на арию в донецкой области дайте посмотреть много было футболок алиса мы кстати даже собирались на алису съездить ну там вот это из такого более-менее русско-рокового пола лиса я знаю популярна среди нас ддт прям перед уездом я начал слушать песню это все я как сейчас помню когда я первый раз услышал эту песню у нас бомбоубежище было переоборудовано в под ресторан в нашем доме старый дом построены там пленными немцами при сталине и вот я сидел уже почти перед уездом почти вот уже все уже все точно то есть билеты в кармане все я короче эмигрирую и вот я зашел в этот бомбоубежище потому что там когда-то мой батя у них была там начко начко это под 90 понятия то есть такое место для посиделок у все время по подламы как дети подземелья наша была в соседнем доме а вот их было там где перестроили в ресторан там она была поблотнее там сухая ничего не прорывала там говно чистить не надо было как на других потому что анализация прорвала вот я там сидел и вот уже несколько 20 лет и я слушал песни это все понятно там под под какую-то котлету я помню тогда еще принесли там в 90-е в ресторане посидеть поесть котлету на было но и вот я слушаю это все это песня мне так врезалась вот тут просто вот как бы начинает и играть начал вот это все этими красками вот я все уезжаю это все что останется после меня и вот я смотрел вот я потом помню и включал только на на перемотке песню включал смотрел с моего окна была видна остановка мы еще на остановке нам сидели короче на автобусная это была такая большая еще советская остановка с длинными лавочками ну и понятно там от дождя можно было справиться и вот я сидел смотрел Там что-то пацаны сидели, курили, разгильдяйничали, короче И я сидел, у меня уже начинало такое чувство, русская тоска начинала на меня тогда находить Я уехал с двумя кассетами в то время Это была сборник какой-то ДДТ и Король и Шут, альбом, где хозяйка старинных часов Вот эти две кассеты я заслушивал до дыра, пока я не купил новый альбом Не новый альбом, а кассету именно Ози Осборна, потому что диски везде были И магазин как раз уходил из бизнеса, кассетный магазин И я вот тогда лицензионные кассеты покупал, там вот это с гармошечкой, потому что Даш, ну, кто такое видел? Думаю, как это так, я Ози Осборна купил, ну, помню такое Но ДДТ я слушал, это ветер, дождь, это все Ну, то есть супер-супер хитовые песни, понятно, Родина И вот эти вот песни про Чечню Тогда, в то время, где-то вот начало двухтысячных, я засобирался в армию Уже там, короче, начал учить в учебку, уже пошел Все еще со мной оставалась кассета ДДТ Арии у меня не было, я вот это, кстати, выпал с этого, с Арии Вот этот период, то есть генератор зла выходит Химера как-то так вскользь Я что-то слышал, но я уехал еще, по-моему, как раз я уехал Химера только или вышла, но у меня не было кассет У меня дальнобойщики, это самое-самое позднее, что у меня было из Арии Это дальнобойщики, я поменялся Поменял какому-то американцу, которого встретил там Где-то в парке Ну, тоже длинная паттла, я такой, типа, он Ну, я еще не разговаривал по-английски Короче, я ему кассету дал, мне принес Тогда только вышла Taxi City И вот это вот еще была моя вторая лицензионная кассета Taxi City System of a Down Я ее тоже слушал Практически одна песня мне там нравилась Вот это Father, там, типа Ну, возвращаемся в армию В армии я уже учебку прошел, служу в Германии Тасуюсь я в теремке Теремок, это назывался такой бар в Гисене Он, может, до сих пор есть, не знаю Но это чисто теремок, как вы думаете Кто там, в основном все выходцы из Казахстана Потому что, опять же, все немцы, которые остались в Казахстане Там они все уехали, ну, были в основном миграции И там было чисто, вот, флаги, бюсты Ленина Все это как-то полагалось в те времена И там я проводил очень много времени Туда своих американских сослуживцев, друзей приводил Потому что, ну, типа Типа там они, они там На девок, типа на русскоговорящих Посматривали там Ну, и я, типа, переводчик И они все хотели со мной пойти Потому что, ну, сами знаете Что русскоязычные девки, они самые трудные В смысле доступа там и так далее Тем более, если это американские военные Ну, и в Германии Но это я немножко отошел от темы И вот там вот на проигрыватель я всегда ставил ДДТ Пару песен, вот это все Дождь, ветер И любые Комбат и вот эти вот все дела Я уже служивший Потому что вот такие песни я слушал И в то время вот к Чечне я возвращаюсь Я смотрел видео о Чечне Там вот это Которые только начали появляться Там где-то вот на Ютубе Ютуба еще тогда не было Но где-то мы, короче, вот как-то смотрели А, кассеты Кассеты какие-то брали Девятая рота, я помню, смотрел Вот эти фильмы То есть не документальные, которые сейчас там О гибели Майкопской бригады А вот именно вот Девятая рота я смотрел Это было Это про Афганистан Да, вот какие-то были Вот про Чечню И больше начал Даже книжку какую-то там нашел В русскоязычном книжном каком-то магазине Или журнал Что-то такое Но вот я начал читать И я помню, что Больше у меня появлялся интересы сопереживания С российской армией Вот про чеченский Я вот просто Это трудно объяснить Но когда ты проходишь учебку Ты, да, ощущаешь все трудности Там и так далее Военной службы Там, когда ты Вдали от всего И ты только этим занимаешься Я как-то вот Читая вот эти вот все Ну смотря это все Думаю, а как они вот в девяностые В нищей российской армии Которой, ну действительно Там толком есть нечего было Дедовщина Все вот эти дела, да Они проходят вот эту учебку С дедовщиной С голодом Там и так далее И Книжка, которую я еще читал Которая была про армию Там все ужасы С дедовщиной что-то рассказывались Короче, вот такое еще было Но вот я вот сопереживал Сопереживал Думаю, а как они потом Ну ломились еще на войну Это я уже в Ираке, помню, был В Ираке у меня начало Немножко меняться отношение Потому что в 2007 году Где-то в 2006 Начало меняться это отношение У россиян И Я на форумах На боксерских Тогда я там боксировал Чуть Начал уже Да, отношение До этого не было вообще Мы там чуть ли не как в Москву В Питер хотели Приезжать там встречаться Там тогда еще только интернет В 2005 год В 2006 год Форумы было большое Такое событие Вот мы хотели встречаться Там заводили вот эти вот Свои Статьи, да Там на форуме Короче Ну треды эти Типа давайте встретимся Давайте нам кто-то созванивался С Америки Звонили Я с Ирака даже По-моему Там звонил на какой-то Ну такое вот И Ну тогда уже чувствовал Пиндосы, пиндосы Короче Уже начиналась такая Закручиваться мулечка Что мол Типа пиндосы То есть мы Ну Это я вот Запомнил точно Я даже поругался В одном из этих Форумных Вот этих вот вещей Ну то ладно Короче Вот этот период Вот где-то 2003 2007 год Это был мой период Тут как бы Я четко был На стороне российской армии Четко сопереживал им Четко их понимал Чеченцы для меня Были абсолютнейшими врагами Я же еще и воевал в Ираке То есть мусульманская страна Чеченцы Особенно вторая Чеченская война Там и Хаттаб Там и вот это Ну то есть есть такие вот Радикально настроенные мусульмане Первая Чеченская война Я тогда уже понимал Что там как-то оно не все так вот То есть Не хотел обращать внимание Как сейчас Многие россияне делают По поводу украинской войны То есть Ну видно было Что там не была Именно война с терроризмом Там действительно Россия Пыталась задержать Полными ковром И там бомбежками Убийством гражданского населения И так далее Задержать вот этот вот Отсоединение Ичкерии От Российской Федерации Это во-первых Там может даже действительно Какой-то там Коридор сделало Там наркотиков Из Ближнего Востока Может даже терроризма Плюс это могло Ну там Начать Парад суверенитетов То есть там Бурятия Потом тоже захотел А еще какая-нибудь Там республика образовалась То есть вот это Но я понимал Что там не было войны с терроризмом Как была она Допустим во второй Тогда еще я Четко верил Что террористы взорвали дома Потому что это все было После 11 сентября Ненависть к мусульманам Мусульманским не мусульманам А мусульманским террористам Хотя Ко всем мусульманам Было недоверие Там и так далее Тогда их называли Хаджи У меня сейчас больше уважения Вот именно К мусульманам И так далее Я четко После того Как я Выучился на бакалавра И на магистра Вот именно Про терроризм Это все Я понял Что там только 2% Действительно Радикалов Все остальные Мусульмане Это люди Которые Причем еще И Намного добрее Чем христиане Куча христиан Которых я знаю У меня друзья Были мусульманы Из Ирана У меня был Кстати Сослуживец Могураки служил Он мне рассказал историю Религии И так далее Как живут Объяснил То есть на пальцах И когда ты понимаешь Что-то Ты понимаешь Что там действительно Это религия мира Ну Тогда модно было Сейчас чуть-чуть Уже проходит Конечно Но модно было Обращать внимание Только на вот это Радикальные 2% Так вот К чему я это все говорю В то время Когда я сопереживал Российской армии В войне на Чечне В войне на Чечне В Чеченской войне И так далее Юрий Шепчук Ездил в Чечню Ездил на Самый-самый Фронт То есть он на передке Там был Ездил на броневике На него даже нападали Он говорил Дайте мне автомат Я буду помогать Они сказали Ты слепой На хрен Ты тут Ну У него действительно По зрению У него линзы Вот такой толщины То есть И вот там Песни были написаны Вот это Я им пел Рак-н-ролль Песни Говорил Что все будет Нормально Это все Для этих Там он снял Это видео Там даже Лица войны Вот я смотрел Несколько даже фильмов Ну два точно было Причем таких документальных Серьезных фильмов Вот где они находили Этих людей Которые были В этом видео Шепчука И как сложились Их судьбы Практически все там Умерли Практически все там Стали алкоголиками То есть Вот эти вот проблемы Послевоенные С психикой В России Никто до сих пор Ничего с этим не делает Поэтому Я вот Это все я наблюдал Я все это наблюдал Именно вот как На своем опыте Сравнивал И может быть Даже вот с такой Немножко там Типа Исследовательской Такой Интересом Исследовательским Интересом Что мол Типа Как же они Тут мы так А они как там В более худших условиях Поставить себя На их место И Кстати вот Батарейка Выключилась Пока я ее менял Я вспомнил Огромнейшие моменты Кстати вот это Из этой истории Я просто хочу вам Создать картину Я хочу вам составить Картину Вот такую долгую Такое долгое предисловие К чему я хочу сказать А почему Юра Шевчук Это действительно Голос Справедливости Голос Чести Акипелов Это голос Позора Ну Беслан случился В 2004 году Почему я запомнил Очень-очень четко И почему В 2006 году У меня такое разочарование Не разочарование Такое было Удивление Когда я писал На этих форумах Что Чуваки Там сопереживал Вам Беслану И так далее Они Да ты брешешь Типа ты пиндос Ты в армии пиндос Ты не можешь сопереживать Ну то есть Начинаешь Вот это Мне запомнилось Я на этой почве Помню ругался Когда я им говорил Чуваки Да я же с вами По телевизору смотрел Я был в Италии У нас был Четыре дня выходного Мы поехали На Колизей посмотреть Успел я посмотреть На Колизей В первый день Случился Беслан И я сидел В отеле Оставшиеся Три дня Смотрел Новости про Бесланца Переживал Исключительно Россию И так далее Вот это вот я помню И потом Когда я пытался Это рассказать Россиянам Россияне говорили Ты типа пиздишь Ты там пиндос Ты короче Такое Ты продался И вот Тогда для меня Это действительно Было какое-то Чуть ли как не ранение Такое Ну типа Как так Как они меня Ну вот Сейчас мне насрать Что они говорят Потому что Каждое их слово Это чистая Чистая Проекция То есть Они меня называют Тем кем они являются Или они себя Считают На моем месте Ну что такое Все вы понимаете Так вот Вот в то время Вот эти вот все События происходят Да там Беслан Там вот это все Я сопереживаю Исключительно России Я слушаю Шевчука Тогда вот в то время Арию я как-то не слушал Я же говорю что В первый раз Я послушал Арию В 2012 Году Я имею в первый раз После этого перерыва После вот Генератора зла Я же там Я был в Германии В смысле В Корее Я служил в Корее В 2012 Году Я купил Потому что там в Корее Тоже можно купить Все же хочешь Я купил альбом Как он Блин Я уже забыл Феникс Я купил Феникс Смотри О блин Такое еще удивление было Ария еще до сих пор поет Они еще существуют Вот Я действительно Вот так вот Искренне удивился Я такой смотрю Вокалист Какой-то новый Думаю А ну послушал Послушал Абсолютно Не втянуло меня Тогда альбом Феникс Я такой Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ходил вот это по американским ну западным концертам то есть у меня такая чисто было это вот трешевая такая ну тяга потом 2015 году я вернулся опять по ностальгии что-то я тут пришел к арии потом взял гитару у владимира холстинина сдружился с владимиром холстинин у нас началось вот такая вот дружеские отношения до дружеские взаимовыгодные как бы так сказать вплоть до 2017 года когда я задумывался уже что ну можно за нужно завести youtube плюс я жалуюсь владимира рюда у меня вот твои гитары есть тут мне по на прислал всяких других там маленьких сувенирчиков у меня минимум зиаре а показать никому на риток ты на ютюбе покажи и и это мне тогда такую дал наколку а потом как раз я пошел в школу переводчиков в школе переводчиков сказали что нужно на камеру разговаривать и записывать себя потом слушать и офигевать как херово ты звучишь я думаю ну раз уже такое делать надо тупо этому чем почему бы не совместить то все дело то есть делать youtube на русском языке и про гитары то есть как бы такое нейтральное там и так было ну так зачался короче канал гитарной истории так было мое возвращение обратно к арии тогда я начал опять переслушивать все альбомы там и и даже вслушался в житникова тогда потому что ну вот это было почему если вы посмотрели мои лицензии альбомов арии от лучшего к худшему или от худшего к лучшему практически все беркутовский у меня нас на последнем плане стоят я в них не они прошли мимо меня когда я их начал слушать опять их же не было ни на каких цифровых площадках тогда из-за и за беркута там и так далее я слушал только вот у на ютюбе сидя дома в основном и музыку слушаю в машине вот поэтому я в них так и не вслушался и вплоть аж до ну вы знаете когда было перезапись этих альбомов там и так далее я кстати я немножко кредита себе даю за это потому что я помню разговаривал с владимиром холстининым говорил типа волой что-то вот хочется послушать армагеддон там пляска ада и так далее но я не не могу воно уши нет ни где на это дай блин не получается короче такой и потом перезаписали он говорит ну ты же сам говорил так многие говорили что нет на цифровых платформ то ладно к чему я это все рассказывал к чему я вас погрузил в такое ностальгическое путешествие назад в прошлое так далее в 90-е когда юрий шевчук поддерживал российскую армию поддерживал все что происходило опять же там первая вторая чеченские войны они были немножко другими немножко там очень сильно они были другие и первое это было действительно борьба народа и чкерии до которую вторая там уже немножко конечно под вопросом и опять же это потому что тогда волна мусульманского терроризма была ну там даже если кто-то не хотел быть мусульманским террористом но он был действительно мусульманином таким отвечающим за свою религию его легко можно было втянуть терроризм то есть ну вас ты такой говоришь что ты мусульманин ты хороший становись короче джихадистом ну так вот в те времена владимир владимир холстинин валерий кипелов пытался гоняться за баблищем он уходил из арии вы знаете когда приходил другой певец петь на ночь короче дня и там только из-за того что начали требовать звукозаписывающая команда компания что мол типа мы подписывали контракт голосом кипелова нужно вернуть его начали уговаривать с мастером ехал уже деньги зарабатывал там и так далее начал тогда вот условия свои выставлять потом уходить вот это смутное время там писать и так далее потому что ну это кипелов кипелов никогда тогда еще до российскую армию не поддерживал ему ссать было на все эти дела он не то что был каким-то там вот этим металлистом анти пацифистом до антивоенным какой-то узи вузборн black sabbath еще туда во время вьетнама они там писали warpix да и всегда там даже металлика это dispassable heroes там и мастеров попасть ну все все вы знаете да есть такие у них песни которые как бы антимилитаристические он никогда туда же он когда пел там бой продолжается там дух войны эти все дела это не его песни он никогда он как антихриста их пел только так через силу и ты он просто хотел бабок ему пофиг было что происходит что там гибнут пацаны какие-то в чечне ему на это было насрать и это я говорю четко потому что я знаю какие-то отношения спрашивал лично у людей которые были в группе арии в то время в то время и чем они занимались у них были отношения вот именно что касается чеченской войны но у всех тогда было больше как бы как прожить там как это самое но у кипелов была четкая такая погоня за наживой вот он был в то время когда юрий шепчук ставил свою жизнь на на кон он действительно попадал под атаки и так далее он жил в уществу тех вот условиях которых жили тогда то есть где-то там в разрушенных домах на холоде и в голоде там и так далее он им пел песни он пытался как-то развлекать война сегодняшняя это показывает вам насколько это другая война насколько это другая армия насколько это другие пацаны которые гибнут российские имею виду тогда гибли пацаны которых уважали на которых более-менее как-то отзывались хорошо ты которым я сопереживал вплоть до 14 года после 14 года это все поменялось поменялось это благодаря путину понятно но также огромнейшей поддержки вот этого вот народа российского вот этих мамок которые звонят и говорят а ты там побольше это лучше нам еще стиралка нужна там те самки у орков которые звонят и говорят и на силу украинских баб там и так далее это все то против чего абсолютно был юрий шепчук и кипелов было на это насрать это то против чего я уверен что сейчас был бы брат против потому что когда он говорил на войне нужно поддерживать свою свою армию он говорил о той армии которой юрий шепчук пел песни рок-н-ролльные юрий шепчук сейчас не будет петь рок-н-ролльные песни а знаете кто будет петь песни рок-н-ролль на этой армии кипелов потому что у кипелов никогда не было совести у него никогда не было чести у него был обычный хайп погоня за наживой и сейчас это показывается то есть сейчас когда на этом можно заработать то есть так сказать хайпануть когда ты стал четко стал на сторону кремля и мы все видим с этими все всеми этими концертами там плясками на костях со свастиками там и так далее всякие вот эти вот и саулы там и другие они зарабатывают и зарабатывать неплохо потому что кремль платит кремль сейчас все что у них есть пускать на войну и кипелов сейчас на эту на этот залез на эту так сказать лошадку потому что чувак который не понимает вообще что происходит чувак никогда в политике не разбирался. Чувак, ну, вообще, тут вдруг он заговорил о патриотизме и так далее. На старое с летом у него было, да, вот эта вот русская тоска на него, там, задумчивость о великих русских пустотах, там, и так далее. Это все у каждого, да, ну, вот эта любовь к березкам, она еще говорится. Вот иммигранты там часто слышат такие упреки. Ну, не упреки, а ну, как там, соскучился по березкам. Ну, то есть, это вот та Россия, которая такая вот, художники 18-19 века, ее рисовали. Репин особенно. Бурлаки на Волге называется. И Кипелов вот больше такой. Но сейчас вот он вщемился в это. И, понятно, чуваку обидно, что он миротворцы. Для него Украина это действительно страна, которую он ненавидит. Это действительно страна, которую он хочет, чтобы Россия завоевала там и разуму научила, чтобы, ну, он уже мог тогда, может, даже и в Украину приехать, сыграть там, я не знаю, со свастикой, с этой залубкой. Юрий Шепчук, это человек, который разбирается. Юрий Шепчук, это который всегда поддерживал армию России. Всегда поддерживал правильные движения. Хотя, опять же, чеченская война, это как на нее посмотреть. Он всегда... Сейчас Юрий Шепчук стал четко, высказал свою позицию, потому что он понимает. И человек такой честности, как Юрий Шепчук, он не может просто стоять и молчать. Он молчал с 2014 года, многие ему за это предъявляют. Я знаю, многие предъявляют, многие даже говорят, там он, там, что там он, это самое. Я не буду так говорить, потому что я знаю, что так тут надо было или выступать, и потом больше вообще не выступать. То есть выступать в поддержку, больше не выступать, эмигрировать, уезжать, ну, или как-то действительно обходить тему там и петь для людей. Но когда это сейчас становится практически невозможно, то открывается вся сущность этих людей. И хоть вы у меня все спрашивали, сделай там видео о Юрии Шепчуке, о нем говорить нечего. Все его действия, вся его история говорит сама за себя. Человек величайшей чести. Действительно честный, действительно человек, который, хоть он наполовину украинец, но которого можно считать как настоящим русским. Вот их много таких людей, которых вы знаете все, но их в последнее время настолько смешивают с говном, настолько пытаются выставить клоунами там и так далее, или какими-то людьми, которые действительно, вот они пытаются найти в них какую-то там, какой-то гнайничок, что они не так бонятся за наживой, не понимая, что вот эти высказывания вот этих абсолютно тупых и алчных людей, как Кипелов, они их ухватают и говорят, вот действительно истинный патриот. Это, кстати, показывает, что такое патриотизм в нынешней России. Патриотизм в нынешней России это ненависть ко всему вокруг себя, к другим странам, к другим людям, к другим религиям, к другим вообще все, что они используют для того, чтобы не понимать, что происходит у них в самой их стране. Юрий Шевчук, хоть чтобы россияне поняли сначала, что происходит в их стране, навели порядок в своей стране, а не начинать вот это, то, что хочет Кипелов. Победа будет за нами. Какая нахуй победа, Валера? Тормоз ты, блядь.